Смотрите, дорогие друзья, существует главный закон счастливых и гармоничных отношений, и он звучит так. Когда люди связывают друг друга узами, да, там, брака, либо начинают встречаться, то, чтобы были гармоничные и счастливые отношения, они должны задать вот такой вопрос себе. Чем я могу быть полезен этому человеку? Что я могу сделать такого хорошего для этого человека, чтобы его жизнь изменилась и стала намного лучше? Люди, как правило, зачастую связывают себя с другим человеком и другого человека с собой, задавая вопрос, чем мне будет полезен этот человек, что он мне сможет дать хорошего, то, что мне нужно. Эти вопросы, они имеют эгоистический характер, когда человек пытается требовать от другого что-то. Соответственно, через какое-то время другой человек начинает это чувствовать, что от него постоянно что-то требуют, и он начинает защищаться, начинает меньше находиться дома, начинает искать внимание на стороне, и, соответственно, идет разлад в отношениях. Поэтому, когда вы скрепляете свои узы браком, либо просто начинаете сходиться с каким-то человеком, там, общаться для каких-то дальнейших уже действий, вы должны задавать себе вопрос, чем я могу быть полезен этому человеку, и что я могу дать хорошего для этого человека, чтобы его жизнь изменилась и стала лучше? Вот такие вопросы, дорогие друзья, они имеют другую направленность, другие характеристики. То есть вы выходите из разряда себе-себе-себе, вы выходите на разряд отдавания. Это как раз Амахата Чакра. Но при этом еще важный момент, да, вы не только должны задавать себе вопрос, чем я могу быть полезен этому человеку, и как я могу помочь изменить жизнь этому человеку в лучшую сторону, когда мы будем вместе. Вы должны четко понимать, а нужно ли ему, этому человеку, то, что вы хотите ему дать. Возможно, у него другой путь, и то, что вы ему готовы давать, возможно, безвозмездно, ему вообще не нужно. И поэтому здесь нужно понимать, да, что некоторые люди хотят изменить и сделать лучше жизнь других людей, но при этом не понимают, что то, что они хотят им дать, не совсем то, что им нужно. Вот поэтому вы должны разобраться и понять, куда идет человек, в чем его предназначение, какие у него задачи, и если его задачи совпадают с тем, что вы готовы ему дать, вот тогда отношения будут гармоничные. Вот это, дорогие друзья, главный закон гармоничных счастливых отношений. Если было полезно, ставьте лайк. Всем счастливо!